Доброе утро, страна! Здравствуйте, товарищи! Доброе-доброе утро! У нас понедельник и у нас утро-утро! Утро утреннее! День тяжелый! Да, ну понедельник всегда день тяжелый, поэтому... Это, знаете, как... Испокон веков, да, так говорилось? Потому что на выходные все-таки как-то расслабляешься, хоть вроде не отдыхаешь, но все равно какие-то расслабушки есть, да? А в понедельник встаешь, и ты понимаешь, что надо! Да, а так не хочется! Говорят же, в воскресенье надо отдыхать. Средние работы, седьмой, да? Седьмой отдыхать, да. То есть, если мы это не исполняем... Не, ну мы вчера, в принципе, отдыхали, но у нас какой-то такой отдых чуть-чуть был, да? Да, ну и плюс ночные поездки. Ну да, ну да. То я скажу, что отдохнуть, конечно, крайне неправильно. Вчера же, Коля, мы поехали к маме... Ну, мы у мамы, вернее, полетели в город, как с Айгайки. Нам надо было дела порешать, потому что надо было к маме поехать на день варенья. Она там стол готовила. Вот, потом посидели хорошо, отпали, лякали, поговорили. Вот, но Коля надо было еще ночью, ну в 11 часов, маму с Виталиком на вокзал отвезти, да, в Одессу они ехали. Вот, поэтому вот такие вот пироги. Поэтому пока он съездил, отвез маму. Приехал уже домой, мы еще с Николаем посидели, наверное, час, наверное, да. Ну, сидели тогда, поговорили точно, да. Да, ну такое. Вот, получается. Обсудили какие-то свои вопросы. И все, и спать пошли. И сегодня какие-то встали, да, такие... Невыспанные, короче. Не хватает нам выходных, одним словом, да? Мало выходных, да. Мало выходных. Надо тогда два дня работы, все, садьми, выходные. Короче, ребята, что сегодня Николашка завтракает? Слава Богу, не пропадало все, что у нас было в холодильнике, потому что у нас получилось, что... Вчера мы вообще из домашнего ничего не ели, да? Практически да. Мы с утра что-то поели. С утра мы поели конфеты, и я банан успела схватить. Я конфеты только, да. Да. В общем, чтобы вы понимали, вчера, я же говорю, такой день был, быстро-быстро надо было то туда, то сюда, и, короче, как-то вот так. Потом мы сразу поехали к маме, а вечером кто-то будет кушать после дня рождения. Ну, в общем... Не, ну тортик я доел. Ну, торт мы съели, да. Вот то, что вы видели на столе, я его весь слопал. Слопал. А сегодня, ну что, суп-пюрешка с этим, с мясом. Говорит, все отлично. Я так пережила, что оно все пропадет. Мне нормально, все круто. Ну, во-первых, мы его с холодильника не доставали. Да, да, мы не трогали. Холодильник там у нас как-то холодит хорошо. Да. То есть... В общем, отлично, да. Этот, оливьешечка тоже, слава Богу, она не пропадает. Хотя я думала, что она протянется. Вот. Здесь у нас Петруха и рукола с лимончиком. Вот. Ну и все. У меня кофе пока есть. Я еще не готова завтракать, потому что я позже Коле встала. Вот. Коля уже готов отчаливать на работу. А я еще не готова к приему пищи. Не готов. Не готова. Не хочу. Не хочу. Ничего, еще чуть-чуть осталось. Так, а вон сзади, смотрите, кто. Жык. Матрюндель на этом развалилась. Е-мое. Просто плохо работать. Это самое. Плохо работать, ребята, когда в квартире живут люди. Да, потому что нужно все время быстрее думать. То есть надо стараться побыстрее делать. Да, то есть выходные, только выходные, естественно. Вот. Потому что у них тоже выходные, они дома. И чтобы вот этого не было, вот этого, знаете, ну как-то вот. Ну, поняли, да? Вот. И ты на выходные уходишь. И нельзя взять просто посреди недели выходной. Да. Если вдруг нужно. Когда квартира пустая, это одно дело. Ты приехал, ты можешь работать допоздна. Если это тихая работа, ты можешь задержаться, если у тебя есть настроение. И до 10, до 11, до 12 даже, да? Да, и такое было. Вот, хорошее настроение, как раз рабочее. И ты знаешь, что ты можешь делать негромкую работу, чтобы людям не мешать за стенками, да? Ну, или вот пошла, знаете, вот бывает такое, что вот пошла работа. То есть хочется работать, то есть, не знаю, есть натхнение. Да, да. И бывает натхнение, собака просыпается вечером. Да, бывает и такое. Не знаю, чего это зависит. Ну, короче, вы поняли, да, в чем дело. Вот. И, конечно, когда люди работают, все равно скованность чувствуешь. Потому что в любом случае, понятно, что там же стараешься поменьше сорить как-то, да? Когда помещение пустое. Да. Ты там, гу-гу-гу. Все аккуратно. То есть, смотрите, резать штробы здесь вообще отменяется. То есть я бы эти штробы уже давно подделался и положил бы эту проводку. Я их делаю по чуть-чуть, каждый день. Ну и плюс там опять же-таки не сразу до конца выяснили, что к чему. То есть я их сверлю сначала. Вот. Делаю сверление. Ты показывал там в видео. А, я их показывал, да. То есть понятно. То есть потому что пыль. Да. Стараешься беспыльные делать работы какие-то. Ну, себе же получается в ущерб времени. Вот так вот. А я хотела показать, что у нас собаки, козлы, будет видно, не видно. Что? Опять до окна? Вон. У нас пока ни нас не было. Вон, пожалуйста, видите? Это наше окошечко. Так оно вроде не видно. Опять же, на подоконник лапами и туда носами. При том, чтобы дверь приоткрыта была. Нет, надо через окно заглядывать. Потому что выбежать на улицу погавкать, это холодно. А зачем? А зачем? Уже все холодно, они будут через окно гавкать. Собаки такие. Так, ну все. Я пью кофе. Я тут сейчас размешаю этот, как называется? Ну, товарищи, у вас на работу не брать с собой? Все переживают за камеру, что она не очень. Но мы вроде перенастроили ее. Сегодня я буду клепать видео. Вот. И это самое, посмотрим. То есть они уже увидят. Да? Ну, ты камеру с собой возьми. Вот. Я сегодня буду это видео просматривать. Я тебе скажу, если вдруг опять чего-то не дал, кто я тебе скажет. Ну, ты контролируй. Если ты видишь в экранчик, что оно этим, круглое, значит, оно и тебе и снимает. Да, и снимает кругленько. Так что старайся, в общем-то, как-то режимы не путать. В общем, так. А камера, девочки и мальчики, она не новая. Вот она. Она у нас была. Да. Потому что не все смотрели видео. Я еще раз говорю. Мы ее купили давненько. Просто он ее уронил. Вот. Теперь мы купили на нее чехол. Мы купили вот это вот окошечко. Ну, поменяли, вернее, вот эту вот саму штуку. Как она? Экран. А потом еще на него сейчас защитное стекло. Это вот. Мы купили. Да. И снимает. Просто в ней надо разобраться эти режимы и все остальное. Потому что мы еще пока... Ну, в прошлый раз, когда... Это офигенная модель, товарищи. Она стоит, во-первых, недешево. Во-вторых, она реально классно снимает. Круто. Ну, нам сказали, выбросите это говно. Я говорю, блин, знаете, как если каждый раз выбрасывать там... Сколько она стоит? Не, ребята, для начала надо разобраться в настройках. А потом, говорите, выбрасывайте это говно. Ну, да, да. А 6 тысяч она стоит. Ну, да, 6 тысяч. Если не 6,5. На помойку как-то, в общем-то, и не очень, да. Мы не зарабатываем до такой степени до фига, чтобы просто швыряться такими вещами. Ребята, чтобы вы знали, сколько там режимов, вы обалдеете. Она 4К пишет. И реально настоящее 4К видеоразрешение. То есть офигенное разрешение. Она может. Ой, не факт, что это кто-то понимает. Я, например, не понимаю. Ну, то есть, чтобы на большом экране видеть детально все вот эти понятия... Хорошую картинку. Хорошую картинку, без всяких вот этих... Кубиков и так далее. Вот так надо объяснять. Вот. Да. Я не пишу о том, зачем, потому что у 4К телевизоров, не у многих их есть. Это раз. Во-вторых, многие смотрят через телефон. Да. А через телефон, там, вы понимаете, вообще видео можно писать. По нашей статистике, которую мы смотрим, ну, статистика же есть. Многие смотрят через телефон. Некоторые смотрят по планшету. Ну, то есть, это же и ноутбуки являются. И очень мало кто смотрит на ПК. Да. И там несколько, чуть-чуть совсем людей, маленькое количество, кто смотрит через телевизор. Да. Очень маленькое количество. У нас так показывают, у нас так есть в этом, да? Как он называется? Ну, аналитика у нас есть. Аналитика, да. В аналитике показывают, через какое устройство нас больше смотрят. Также показывают, какой возраст нас больше смотрит. Мужчины или женщины. Ну, опять же таки, многие женщины смотрят через аккаунт мужа. И поэтому это различается, как мужчины, допустим. Вот. И так же с самого возраста и все остальное. Так, девочки и мальчики, я заболталась. Уже Коля поела, я еще до сих пор кофе свой не выпила. Да? Да. Все, товарищи, давайте, до встречи на работе. До встречи на работе. Все, Николашка на работу. А мне надо вот это вот, блин, свиното вот это вы это самое вот, вымыть. Блин. Иди, он вчера забрал эту мойку для стекла. Куда машину мыл. Где он ее принес, не принес. Звезда, 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 звезда. И подоконник, блин, помыть. Собаке вчера лапами этими своими. Ну, это ж, когда мы уходим с дома, это ж без контроля. Это ж самое-самое. Это, знаете, как дети вот эти вот вреднючие. Сразу бегом творить чудеса, как говорится, пока родителей дома нет. Так и собаки. Самое главное, это залезть в этот. Матрюшка провожает. Самое главное, это залезть в три места, где не разрешают. На стулку. Вот сюда к нам на эту. На тумбучку, как она там. О, Коля мне нашел эту штуку для стекла. Ага. Залезть надо обязательно на подоконник лопищами, носом потыкаться в этот, в окно. Бессовестные собакеры, барабакеры. Это вон звезда, вон, пожалуйста. Скажи, мне так хорошо, я так лежу на подоконнике. Нет, такая прям вся звезда. Вон, такая вот вся звезда. Лапками туда-сюда, видите, лапками, лапками. Вот так вот, вот так ей приятно, ей хорошо. Она лапками, лапками перебирает. Вот такая вот я. Прям все. Надюшка здесь лазит. Похавал с утра и учупал. Учупал куда-то. А то она раньше любила на батарее тут валяться. Но сейчас же мы на ночь включаем больше батареи. И ей жарко, ей горячо, вернее, на батарее. Поэтому она на подоконнике лежит, лапы свесит вот так. И лежит, отдыхает. Звезда. Звезда, звезда. Что, не мешает тебе собачьи отпечатки на подоконнике? У нас раньше на подоконнике всегда этот лежал. Кусочек линолеума вот здесь вот лежал на подоконнике. Потому что собаки всегда сюда, пока нас дома нету, лапы ставили. Залазит на старый, ну старый тут уголок стоял. И они на старый уголок, и вот сюда лапами обязательно, на подоконник. И вечно нам следы здесь оставляли. Потом мы поняли, что, ну как бы кусок линолеума, это не очень красиво пока-пока. Вот не очень красиво, убрали его. И теперь этот подоконник, блин, капец. Мыть и мыть, и мыть, и мыть. Надо что-то взять, наклеить на него. Потому что они мало того, что следы оставляют на этом подоконнике, они еще царапают его. Когтяки здоровые, и они царапают. Матюшка, тобой вытру подоконник. Согласна? Тобой вытру. Тобой вытру подоконник. А, э, э, у, так не надо. Ёшка меня так не трогает. Я так не люблю. Я так не разрешаю меня ногтями. Ногтями, зубами, это не я. Все, Николаша поехал. Я допиваю кофе, клепаю видео. И чего? И чего? Мне надо вообще табуряки поперебирать, лежат на улице. Блин, что так размыто? Хотела вам розочку показать. Это из-за стекла, да? Смотрите, какая у нас. Чусечка, звездулечка. Звезда. Вот такая распустилась красавица. Нас обещают похолодание. Типа на этой неделе уже будет ночами минусовая температура. Типа в четверг, там, ближе к четвергу, вообще будет минус типа 4 ночи. Не знаю, насколько это это. Днем типа будет 10-8 градусов, а ночью типа уже заморозки. Будем посмотреть. Я думаю, может эти цветочки уже обрезать. Ну, вот эти вот мои. Вот эти, вот эти, вот эти цветочки пообрезать. В вазочку поставить, а их уже укрыть. Не знаю, посоветуйте, что мне сделать с ними. Их уже можно обрезать или дождаться, пока мороз первый ударит. Или что, или как. Завтрак, завтрак, вкусный завтрак. Пришло время мне покушать. Так, у меня добавила себе немножко руколы. Вот такая вот эта травичка. Это называется рукола. Ее лучше есть немножечко взбрызанного лимоном. Она тогда-тогда не такая, как, не острая. Ну, короче, вкус ее лучше раскрывается с лимончиком. Так она немножечко такая, ну, не каждый сможет ее кушать. То есть, не каждому она понравится. А вот с лимоном очень даже хорошо. То есть, просто по листве, вот так вот мы поливаем лимончиком. И она немножечко с лимонным соком, она приобретает свой такой необыкновенный вкусный вкус. Плюс у меня суп-пюре. Вот смотрите, какой классный. Зеленьки накидала сюда. И, ну, перца вот этого вот, как он, и болгарский тут, и острый. Все вместе. И немножечко лимонного сока. Люблю бульонистые супы или же супы-пюре именно с лимонным соком. Оно классно-классно получается. Так, а это у меня чеки. Это у меня Коля оставил чеки. Также мы обзор не сделали на новогодние всякие там делишки. Поэтому, так, а что такое? Ага, вот так, наверное. Поэтому сегодня я буду делать его сама. Положу все здесь на стол. Вот. И поставлю штатив, да, вам покажу, что мы купили. И я знаю, что мы за эти выходные должны были вам показать нормально полностью стиральную машинку, рассказать про нее. И нашу печку для выпечки. Печку для выпечки. Духовку, короче. Вот. Ничего мы этого не показали. Мы даже до нее не добрались. На этой неделе Коля ничего даже по дому у нас тут не сделал. У нас планов было много. Но так получалось, что воскресенье у мамы день рождения, и мы что успели, только съездить в город с утра. Все. Ну, а субботу вы нашу все видели, в принципе. Вот. Поэтому ничего мы не успели. Ничего. Он прогнозирует за эту неделю уже закончить там объект полностью. И, конечно, у него там еще есть заказы. Сосед там хочет сделать. Ой, блин, что-то. Глаз попала. Сосед там хочет кое-что сделать и все остальное. Но я не знаю, как он там будет. Ну, там небольшие кусочки работы остаются. То уже не будет такая загруженность. Может быть, и легче будет нам немножко. Надо же тут дома тоже в порядке все приводить. Как-никак уже 11 месяц. Скоро Новый год, ё-моё. Ну, это точно, как мне писали. Вы, наверное, в свою комнату въедете перед Новым годом. А так оно и будет. Короче. Что я хотела вообще сказать. Видео. Видео у нас начали хуже выкладываться. Ну, в смысле, не так часто. И с задержками, то есть не прям с утра, а ну, как бы где-то в 11 бывает выходит, в 12 первое видео. Сейчас я вам объясню немножечко почему. Вечером я приходит Николай с работы, я не успеваю склипать видео, которое будет на утро уходить. Надо как-то просто график поменять. И я утром, когда уже Николай уходит на работу, начинаю делать видео. Или могу с утра прям проснуться, сесть, пока он там управляется, или ещё что, сделать видео. Но нам YouTube усложняет немного жизнь, как говорится. Значит, новые правила сейчас в YouTube. Значит, то, что мы монтируем видео, это их не интересует, что, как, чему, туда-сюда. Когда мы загружаем видео на YouTube площадку, ну, в общем, на YouTube, они рекомендуют не открывать его сразу. То есть поставить ограниченный доступ или отсрочка по просмотру, ну, в общем, по выходу. Почему? Потому что они его сейчас отправляют на проверку. На проверку они отправляют. Ну, больше не для того, чтобы проверить, что мы там снимаем или ещё что. А просмотреть, подходит ли это видео для большинства рекламодателей. И если их проверка смотрит и выявляет какие-то там, ну, допустим, ну, неинтересное видео, а там ещё что-то ещё, значит, они рекламу туда не ставят. И нам тогда приходит значок, не зелёненький, как с этого, ну, как, типа, такой знак, типа доллара. Если нам приходит зелёненький, значит, у нас включена монтизация. То есть будет это видео нам хоть какие-то денюжки приносить, то есть будет поставлена реклама. Если приходит жёлтый значок, то не, типа, не зашло. Вот. И поэтому я же говорю, каждое видео минут 20-полчаса оно на проверке. И приходится сидеть возле компьютера больше, дольше и ждать, и забегать, смотреть, дали они этот зелёный значок, не дали этот зелёный значок. Просто видео без значка, то есть без проверки, оно пойдёт, оно зайдёт в YouTube. То есть оно зайдёт, вы его сможете смотреть. Но, естественно, даже кто-то, если хочет нам помочь просмотреть эту рекламу туда-сюда, знаете, то её просто не будет. Поэтому мы за каждую, знаете, за каждую просмотренную рекламу, каждому говорим спасибо, каждому благодарны, потому что, естественно, что каждый человек, работая, хочет получать зарплату. И там, если честно, не так уж и много, как там кто-то думает, ой, там много, не много. Поэтому сейчас, в последнее время, вы можете видеть, что многие блогеры начали заниматься прямой рекламой. Вот. И в этом ничего абсолютно плохого нет. Молодые каналы, которые раскручиваются, да, они там просят помощи, отснимают свой ролик, и мы его вставляем, в общем-то, в свой ролик, и таким образом человек может, ну, допустим, наши зрители могут познакомиться с другим каналом. Вот. Пока мы этим, конечно, не занимаемся, мы хоть бы своё успеть здесь, понимаете, всё доснимать. Вот. А вообще, да. Всё. А пока я кушаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова